Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Костерков Василий и сегодня я хотел бы показать вам, как можно создавать и монтировать файлы системы NFS на InfiniData. Сначала посмотрим, что у нас все настроено для того, чтобы создавать файлы из системы. Это означает, что у нас есть сетевые интерфейсы, они в состоянии app и создан network space, то есть выданные интерфейсами IP-адреса, по которым мы будем монтировать наши файловые системы. Вот у нас сетевые интерфейсы собраны в группу и им выданы IP-адреса, куда мы, собственно, будем монтировать. Идем в пулы, создаем пул, то есть говорим, что здесь мы будем создавать наши файловые системы. Создаем пул и здесь уже можем создавать нашу файловую систему. Создали файловую систему, теперь мы можем ее экспортировать, то есть делать ее доступным серверам. Нажимаем экспорт, создаем путь, по которому будем монтировать и все, у нас сделан экспорт, теперь мы можем монтировать нашу файловую систему. То есть мы идем на наш хост, создаем директорию, куда мы будем монтировать и монтируем сюда нашу файловую систему. Все, файловая система смонтирована, можно посмотреть, что она у нас появилась. Вот в самом низу смонтирована наша файловая система. А что если нам надо монтировать сразу несколько файловых систем, создавать файловые системы группами? Есть CLI-InfinishL и с помощью него можно создать много файловых систем. У нас есть файл nfs-create, достаточно простой скрипт, где мы говорим, что мы создаем в нашем пуле семь файловых систем от второй до восьмой и сделаем экспорт. Соответственно, мы можем легко данную команду запустить и создать наши файловые системы. запускаем скрипт, авторизуемся и создаем наши файловые системы и соответственно, экспортируем. После этого можно таким же простым скриптом все это дело смонтировать. Монтируем и проверяем, что у нас смонтировано в итоге восемь файловых систем. Смонтировали эти файловые системы, можем, например, запустить какой-то скрипт, который гонит на них нагрузку. Запустили скрипт, можем теперь посмотреть, что у нас происходит на нашей исходе. Идем в раздел performance и смотрим, что у нас происходит. Видим, что нагрузка пошла. У нас порядка двух с лишним гигабайт пропускной способности. Порядка 150k IOPS дает один клиент NFS, что вполне хорошо, я бы даже сказал замечательно. На этом все. Спасибо за внимание.